Новый старый Сургут. В минувшие выходные в муниципалитете прошли открытые экскурсии для горожан в рамках музейного фестиваля «Мой город». Проект реализован Сургутским краеведческим музеем и включает в себя посещение культурных и исторических мест. Отмечу, что в мероприятии приняли участие более 800 человек. О чем рассказывали сургутянам и какие места можно увидеть в рамках экскурсионных маршрутов, смотрите в сюжете Анастасии Петровой. Взглянуть на Сургут по-новому. В минувшие выходные для жителей и гостей муниципалитета провели экскурсии в рамках музейного фестиваля «Мой город». Это специальные маршруты по улицам и музейным экспозициям, посвященные 430-летию города. Мероприятие было открытым, краеведы представили новый пешеходный путь, проходящий через исторические точки Сургута. Начинается экскурсия от недавно появившегося памятного знака «Сургутский Кремль» на территории мемориала славы. Первыми пройти маршрут вызвали сотни жителей, в числе которых и первые лица города. Переинценить это, безусловно, сложно. Юбилей, 430 лет. И Сургут должен понимать, знать, а многие помнят свои корни, свою историю. Но сегодня это появило свою визуализацию и начало такого хорошего проекта, как исторический маршрут Сургута. И ряд элементов основных уже сформированы, и сегодня мы на них посмотрели. Отмечу, что инициатором пешеходного маршрута стала директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина. Для неё появление такой экскурсии – это возможность по-новому открыть историю города жителям и гостям. Благоустройство знаковых мест, к слову, запланировано на три года. Пешеходный маршрут совсем скоро дополнят детской площадкой и памятными меморалами, живописью на архитектурных сооружениях. Ознакомиться с исторической программой может каждый желающий. Достаточно лишь следовать по направляющим знакам от мемориала славы. Конечно, эта территория занята современными постройками. Микрорайон, как вы знаете, давно вырос на этой земле. Но мы уточнили некоторую планировку города, мы уточнили те места, где были улицы, которых сегодня нет на карте города. И в процессе последние два года, даже больше, велась работа по благоустройству этой территории. Это, конечно же, департамент архитектуры. Что мы увидим? Во-первых, стенды с некоторой информацией по истории города, указатели как раз на те самые улицы, которых сегодня нет. Участниками фестиваля стали более 800 человек. Отмечу, что помимо пеших экспозиций, сургутянам предложили обзорную экскурсию по городу на автобусах с остановками в музейных центрах. Сотрудники музея надеются, что новые маршруты привлекут сургутян к истории становления родного края. Сегодня в течение двух часов нам с вами предстоит совершить большое автобусное путешествие по нашему городу. Экскурсия проводится по историческим микрорайонам нашего города. Мы начинаем с очень важного достопримечательного места, где мы сейчас находимся. Это мемориал славы. Это место, конечно, особенно значимо для нашего города не только потому, что здесь есть памятники, которые посвящены непосредственно Великой Отечественной войне, но еще и потому, что здесь, как было установлено археологами, находился древний сургут. Отсюда вообще, в принципе, пошел наш город. Одной из остановок стал дом-музей Формана Салманова. Там посетителям рассказали об истории первопроходца, о разработках и нововведениях в сфере добычи полезных ископаемых, которые внес ученый в работу нефтяников. Как рассказали посетители нового экскурсионного маршрута, такие мероприятия помогают тем, кто с самого рождения живет в городе, открывать его по-новому. На самом деле, даже не знала, что у нас в городе есть такие локации интересные. Столько живешь и не понимаешь просто, куда выйти, куда можно сходить. Очень рада, что у нас проводят такие фестивали. Большая благодарность нашему сургутскому краеведческому музею за такие мероприятия. Все эти годы Сургут развивается благодаря людям, которые, несмотря на болотистую местность и суровый северный климат, увидели в нем потенциал. А впереди у города еще больше возможностей, которые прямо сейчас создаем мы, сургутяне. Именно наши имена могут войти в историю становления малой родины. Анастасия Петрова, Сергей Коликов, Сургут-24.